Продолжение следует... 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 истотеля, об истолковании, глава 9, по-моему, возможен необходимости морского сражения, необходимости случайных будущих событий. Ну, там как бы рассуждается так, что морское сражение завтра с необходимостью либо произойдет, либо не произойдет, да, то есть у нас на самом деле есть только два варианта, либо морское сражение будет, либо его не будет. Но уже сейчас, да, уже сегодня ясно на самом деле, что вариантов только два, потому что они взаимосключают и покрывают все поле возможностей. Отсюда делается вывод, что не существует ли тогда логической необходимости, связанной с тем, что мы уже сейчас, ну, потому что завтра это истражение, ну, какой-то исход случится, да, случится обязательно либо исход того, что сражение будет, либо исход того, что сражение не будет. То есть уже завтра одно из этих высказываний, одно, которое гласит, что завтра сражение будет, а другое гласит, что завтра сражение будет, будет истинно, да. Но раз оно истинно будет завтра, то оно уже истинно как бы и сегодня. Уже сегодня, пускай мы этого не знаем, какое из двух высказываний истинно, оно уже сегодня истинно, даже если мы об этом не знаем. Это означает, что вроде получается, что мы уже сегодня из этих двух высказаний в одном обладаем истиной. Если мы с тобой сейчас побьемся в доклад и скажем, что в сражении не будет, а я скажу, что будет, один из нас по определению будет прав. Не похоже ли это на эксперимент с интерференцией фотонов? Я не знаю, насколько это похоже на физический эксперимент, но в любом случае здесь существует странная логика, как бы странное некое логическое детерминирование, поскольку уже сейчас мы знаем, вот допустим, мы сейчас знаем все возможности. И в некотором отношении, поскольку в определенный момент, во времени, в будущем эти возможности определяются, какая из них истина, а какая ложа, то в некотором смысле, как бы, у нас уже сейчас, вот, в знании двух возможностей существует знание истины. То есть мы, может быть, не знаем, какая из двух возможностей существуется, да, мы конкретно. Но поскольку у этих возможностей всего две, и одна обязательно является истиной, то мы уже знаем, получается, истинно. Тут, на самом деле, есть тут... Вы можете построить древо возможностей? Нет, тут на самом деле есть подводный камень, связанный с подбрасыванием монеты. Если мы подбрасываем монету, мы всегда знаем, что... Мы будем считать, что на ребру она не может упасть, да, хотя такой тоже вариант существует. Будем считать, что всего лишь два варианта. Либо она падает решкой, либо она падает орлом. Но на самом деле, мы каждый раз бросаясь, знаем, что возможности всего две. И каждый раз монета будет выпадать либо на решку, либо на орел. В каком-то отношении, в этой задаче, хотя мы и не знаем, будет выпадать решка и орел, но мы знаем все. То есть, мы не знаем, на самом деле, какое конкретно событие, каждый раз будет событие выпадения, то есть, для решки или орел, но мы знаем все об этом, да. То есть, мы подбрасываем, как бы, и мы знаем, что это обязательно выпадет одно или другое. Детерминат, о котором говорится про будущие и случайные события, оно связано с тем, что, как бы, у Аристотеля было предположение, что всякое высказывание обязательно является либо истинным, либо ложным. То есть, ну, за исключением там вопросов, понятно, и прочего, да. То есть, как бы, вот всякое... Утверждение. Да, всякое утверждение, всякое высказывание является обязательно, у него имеет характеристику, оно является уже ли истинным или ложным, да, безотносительно временной, как бы, своей характеристики. Он уже... Потому что, почему? Потому что, если оно даже имеет временную характеристику, то в какой-то момент времени оно оказывается истиной, да, и значит оно... Или так нельзя сказать, что значит, оно всегда было истинным. То есть, вот высказывание, в принципе, имеет временную характеристику, да, и... Если мы прицепляем характеристику истины, если характеристика истинности зависит от времени, да, высказывания, то, допустим, мы говорим, Сократ живой, да, как пока Сократ живой, как бы, высказывание истина, а Сократ умер, высказывание стало ложным. То есть, вот каким образом, как бы, происходит... Переход. Нет, не переход вот этого. Тут, в чем проблема-то стоит? Проблема состоит в том, является ли наше знание, вот, всех исходов, безотносительно знания, какой конкретный исход выйдет, это действительно знание. Если мы считаем, что достаточно знания того, что вот монеты выпадают либо на... либо на лун и решку, и это, в принципе, тут нечего же больше знания. может, там, составить, допустим, теорию, там, там, выпадения, да, и, там, согласно закону больших чисел, и будет, там, ну, и при прочих равных условиях, да, будет, вот, должен выполняться закон, там, 50 на 50, да, 50 процентов должен на орел выпадать, а 50 процентов должен на орел выпадать здесь. То есть, на самом деле, вот это, как бы, все знания, которые здесь можно обнаружить. Но вот это знание, когда выпадает орел или решка, это знание тех возможностей, которые существуют в реальности. В реальности, допустим, может же быть не один вариант, а много, допустим, может быть многоходовый. Ну, вариантов это выпадение может быть много. А когда речь идет о событии, которые я говорю, что состоится сражение или состоится, то ведь здесь речь идет об отрицании, да, то есть мы любое событие всегда можем взять с его отрицанием. То есть, варианта будет всегда два. И истина, у истинности варианта тоже два, да, либо истина, либо ложна. То есть, высказывание относительно истинности и ложной имеет двузначную логику, да, имеет двузначный исход. И двузначный исход имеет высказывание о событиях, которые либо будут, либо не будут. Неважно, в чем состоит событие, важно, что оно тоже будет двузначным. Потому что, как бы, есть и само событие это, а есть и его отрицание. И вот между двузначностью истинности и ложности и двузначностью осуществления событий, что оно будет или не будет, возникает от всякого рода возможностей. Либо мы считаем, что всякое высказывание истина, да, Допустим, даже если будем считать, что оно ограничено временным образом. То есть оно истинно, допустим, на определенном промежутке времени, а на другом уже не истинно, даже если это так. Тем не менее, это означает, что если мы говорим в прошлом о будущем, то уже в прошлом наше высказывание о будущем было тоже истинным. То есть я высказывался о будущем, что в сражении будет, и это высказывание мое о будущем тоже было истинным, даже если я не знал, что оно будет истинным. Оно уже было истинным тогда? Меня больше интересует вопрос необходимости, что значит необходимость? Так вот существует ли здесь логическая необходимость, да, о том, что, если оно было истинным тогда, даже если мы не знали об этой истинности, то потом оно как бы осуществляется. Или это логическая необходимость, если так можно выразиться? Это просто какой-то своего рода языковой трюк или логическая такая хитрость? На самом деле, у самого Аристотеля, по-моему, ответ к такому состоит в том, что не всякое событие заранее является истинным или ложным. То есть, на самом деле, это высказывание о будущем, оно, как бы, пока не случилось в будущем, не может быть характеризовано своей истинностью или ложностью. И так он выходит из этого детерминизма логического. Потому что, если бы он утверждал, что высказывание о будущем уже сейчас либо истинно, либо ложно, то мы бы уже сейчас, как бы, получается, знали о будущем, да, и как бы, и получалось бы, что высказывание, которое истинно, детерминировало бы будущее. Ну, то есть, вы были бы богами. Да дело не в этом. Дело в том, что это проблема, понимаешь, логическая проблема. По этому поводу там много рассуждают, и здесь даже многие проблемы в логике, там, как бы, именно отсюда растут, да, возникли вот такие, многозначная логика возникла там. Отсюда возникает же понятие логики со временем, да, это развивляющаяся логика во времени. То есть, когда решение, как бы, да, логическая переменная истинность зависит от времени. То есть, высказывание может быть в определенный момент времени истинным, а все другое в момент времени будет ложным. То есть, одно и то же высказывание. Ну да. Зависит от человека, который высказывает еще там же. Что-что? Нет, потому что, да, мы в логике, когда мы говорим в логике, то это от человека как бы не зависит. Мы пытаемся же перевести все в такие термины, где бы не зависит от субъективности. Мы не говорим о том, что человек может обманывать или ошибаться, но сразу переходим в такую категорию, где человек не ошибается, не обманывает, и поэтому уже человек не высказывает. Даже если он обманывает, то все равно высказывает нечто. Высказывает, что обман – это либо будет ложным, либо истинным. Все равно уже истинным. Нет, он может говорить, что у меня есть еще надо. Ну что? Это высказывание, но либо ложное, либо истинное. Ну давайте как бы вернемся, на самом деле, как бы, к модальности. Мое высказание будет истинное, а ваше будет ложное. Модальности. Одинаковая совершенно. Вот в необходимости есть определенного рода такая интересная вещь. С одной стороны, конечно, понятно, что необходимость в этой задаче о будущих случайных событиях, она на самом деле говорит ведь то же самое. Что это как бы тот способ, каким мы устанавливаем связь между условиями, которыми налицо, и будущим событием. Мы говорим, что если условия эти выполнятся, то будущее событие состоится. На самом деле, это же своего рода тоже высказывание о будущем событии. Событие, исходящее из условий. Но здесь возникает такая вещь, как достаточность условий. Когда мы говорим просто о будущем событии любого содержания, мы не пытаемся понять, каков механизм возникновения событий. Существуют ли какие-то законы или феномены, которые обязательно детерминируют это событие. Как раз попытка понять, каким образом все-таки возникает событие, отсылает нас к необходимости изучать, существуют ли какие-то феномены или достаточные условия, которые детерминируют события. Которые, слой здесь детерминируют, означает, что просто всякий раз, когда эти условия выполняются, обязательно наступают определенные роды событий. То есть всякий раз, если мы говорим, допустим, о монетке, бросании монетки, что всякий раз, когда выполняются определенные условия, например, выпадает решка. Хотя это не очень удачный пример, потому что предполагается, на самом деле, что выпадения орла и решки никакого закона нет. Потому что совершенно одинаковые условия, каждый раз, совершенно одинаковые условия изначально, на то, чтобы выпала либо орел, либо речка. То есть нет такого детерминирующего условия, чтобы выпала, допустим, чтобы не какая-то одна сторона. А если какая-то выпадает одна сторона, допустим, вот какая-то монета с дефектами, и у нас, получается, вероятность выпадения не одна вторая на одну сторону, а как бы перекашиваются в одну сторону, то это означает, что есть какой-то дефект, какой-то другой закон, который мешает существованию статистической законодательности. Так вот, в необходимости ещё что присутствует? Ещё присутствует, опять же, логическая сторона. Необходимость есть необходимость, ну, эмпирическая, скажем, да, необходимость связанная с законами природы. А если, опять же, необходимость логическая. Если мы рассуждаем о чем-то, да, и приняли какие-то посылки, то мы с необходимостью приходим к каким-то следствиям. И, в принципе, можем в конце этих следствий вдруг оказаться в такой ситуации, что мы вынуждены будем высказываться о каком-то существовании. Вот, допустим, это же такое рассуждение, например, является антологическое доказательство бытия Бога. И на самом деле исходит из неких посылок, а в итоге как бы оказывается, что Бог не может не существовать. То есть, иначе говоря, здесь присутствует только логическая необходимость, да, то есть мы сами себе задаем такие изначальные посылки, а потом чисто логически просто из этих посылок с неизбежностью следует существование такого существа. Мы говорим о том, что Бог совершенен, да, что совершенное существо, если бы не существовало, значит не было бы совершенным. И отсюда следует, что оно должно существовать, да, то есть в некотором отношении здесь как бы такой странный круг. То есть мы, когда определяем нечто совершенное, получается, что мы не можем иначе мыслить, кроме как существующего. То есть мы с необходимостью ставим некие условия, которые потом с необходимостью нас приводят к неким выводам. Точно так же, допустим, мы говорим о том, что у действия есть причина. Вот то, что у действия есть причина, это само требует доказательства. Это нам очевидно, конечно, из логических соображений. Мы говорим всегда, что у всякого действия есть причина. Для нас это как бы... Это и есть необходимость. Нет, правильно, это как бы может быть является иной формулировкой того, что такое необходимость. Но в некотором смысле это все равно утверждение, которое требует своего обоснования. Но обосновать его невозможно эмпирически. Оно имеет вот такую характеристику, как как говорил, априорность. То есть на самом деле надо говорить о том, что это наша установка. Вот у нас есть некая установка, что у всякого действия мы всегда ищем причину. И мы это распространяем не только как установка исследователя, но мы считаем, что это является принципом существования всего. То есть все... Иначе может быть проще сказать, что все взаимосвязано, да, что все находится в некой связи. Когда мы говорим, что у всякого действия есть причина, мы говорим не что иное, как что есть некая связь между тем, что нечто совершается, и между тем, что как бы... Откуда это действие и зашло, да? Между тем, что есть вот некая причина, да, мы в общем с вами этого действуем. Ну вот тут понятие необходимости возникает, то есть необходимость, необходимость как вообще фактор, который появляется только у человека. Я так думаю, что если нет разума, нет необходимости. Ведь электроны бегают по орбите не потому, что это необходимо. Так вот, есть, я говорю, еще две необходимости. Есть одна необходимость, она связанная с тем, что существуют законы природы, да, и мы говорим о действительности. Эта необходимость нейтральная, потому что мы не переходим к этой необходимости из какого-то предыдущего состояния. Вы просто констатировали, что это феномен. Да, мы говорим, что на самом деле феномен есть, и то, что он есть в его действительности, в его реальности, и указывает нам как бы на необходимость вот ее в эмпирическом понимании, что это так, просто и все. А есть необходимость, которая принуждает нас, которая имеет логическую принудительность, да. Вот, например, чтобы понять это проще, это как необходимость закона. Закон имеет логическую принудительность. Закон юридически. То есть, может быть, это возникает как раз наоборот из постулирования наличия необходимости. То есть, поскольку мы являемся существами разумными, то есть из того, что у нас есть разум, и необходимость есть просто некое свойство разума, потому что он не может по-другому существовать, как не введя необходимость. Необходимость, это является, наверное, установкой, лучше говорить. Что такое? Конечно, свойство разума, свойство, это как у вещи есть там, красное. Или свойство времени, скажем так. Есть внутреннее чувство времени, это внутреннее чувство времени, оно дает направление. Что такое установка, да, вот как я ее понимаю? Направление, соответственно, дает необходимость. Есть некая внутренняя наша форма, можно вместе с картом, например, назвать и каприорной формой, согласно которым мы определенным образом упорядочили наш опыт. То, что из ничего-ничего возникает экс-нихил-нихил-фит. То есть мы понимаем, на самом деле, что это некого рода как бы принцип или установка. Мы понимаем, что как бы должны быть некие... Аристотель здесь говорил о возможности. Должно быть нечто, из чего что-то возникает. Должна быть некая потенция. Не важно, как ее назвать. Не из пустоты все возникает. Понимаешь? Есть нечто, да? Которое, например, переходит, только форму меняет. Она была в возможности, стала в действительности. Должно быть до разума ничто и... Ничто не существует. Это и есть то самое ничто, которое не существует. Только в динамике. Потому что, когда мы говорим про ничто в статике, мы просто говорим, что ничто не существует. Все из бытие, как по применению. А если мы говорим о динамике, то нам необходимо ввести понятие возможностей. Как его Аристотель как раз ведь и занимался в большей степени динамикой, да? Вот он физикой занимался. Но важно было, как происходит изменение. Чтобы изменение происходило и не нарушался закон того, что ничто не существует, необходимо было выдумать такую странную вещь, как возможность, которая является относительно ничто. То есть, возможности, ее как бы нет актуально. То есть, действительно, ее нет. Но, тем не менее, она как бы есть потенциально. То есть, это такое небытие, которое является относительно того, что может быть. Да, относительно... Абсолютное небытие невозможно. Относительно небытие, то есть, небытие, это относительно того, что может быть, возможно. Потому что в определенный момент... Сегодня нет, завтра есть. Да, в определенный момент потенция может реализоваться и быть актуальностью. Ну, с другой стороны, если сегодня нет, завтра есть, это в некотором смысле, это уже... Это уже возможность, необходимость, если тут уже проявляются все три... Необходимость, еще раз говорю, все-таки надо различать. Есть логическая необходимость, которая принудительна с точки зрения логики. То есть, у нас взяли некие последствия. Оно и свойство сознания. Оно и свойство мышления уж. Ну, мышление. Есть некого рода законной логики, мы какие-то приняли какие-то основания, какие-то посчитали что-то очевидными, какие-то аксиомы, приняли какие-то постулаты, неважно. И на основе их рассуждаем, и, допустим, приходим к выводу, что что-то с необходимостью есть. Допустим, как в антологическом доказательстве бытия Божьего. Или как... Ну, рассуждение Декарта сюда, Акоги, это не подходит. Ну, можно еще какие-то придумать какие-то такие хитрые утверждения. Например, много софизмов было там связано, да, с этим. Когда человеку доказывали, что он лысый, допустим, да. Или что-то в этом роде. Но это первая логическая необходимость. То есть она базируется все-таки на том, что вот эти вот первопринципы, да, эти вот основания, аксиомы, они все-таки остаются недоказанными, да, их принимают как вот очевидно, и все, и говорят, что вот здесь как бы уже нечем рассуждать. И если мы всякий раз при таком рассуждении будем задаваться в вопросах об этих исходных аксиомах и первопринципах, мы всякий раз можем это рассуждение бесконечно осуществить, да. И эта необходимость логическая на самом деле, она вот такая странная. Это первая необходимость. Другая необходимость, она не логическая, она эмпирическая. То есть она состоит в том, что что-то есть. И как бы мы понимаем из того, что есть, мы изучаем природу, понимаем, что если выполняется определенное родоусловие, то эти условия с необходимостью вызывают определенный родофеномен. То есть если состоятся... То есть мы берем два родоуфеномена и понимаем, что между ними есть некая связь. Да. Допустим так, да. Это необходимость как бы эмпирическая, физическая необходимость, да. Но это, она все-таки другая, она же не логическая необходимость, да. Логическая необходимость, она связана с... Безотносительно опыта, да. Она просто связана с некоторого рода рассуждениями. И вообще говоря, философия всегда хотела, и в частности, богословие, да, и прочее, всегда хотела вот как бы основой стокона чисто на логические необходимости, ну, можно взять для этого хотя бы Гигель почитать, да, как бы вывести весь мир, да, и исходя из какого-то простого принципа там A равно A, или там Фихтэ этим занимался, тоже, да, A равно A, такой из простого принципа тоже из-за того места вывести. Все, все принципы, наверное, всех наук. То есть, вы говорили, исходя из одного принципа. Коге Тергосун можно вывести все остальное? Точно так же, да. И Коге Тергосун тоже таким должен был быть,как ведь, первопринцип. В принципе, задача философии состояла в обосновании всех наук. То есть, оно должно было быть своего рода таким наукучением, на основе которого, как бы, все остальное знание должно было покоиться, базироваться и являться, как бы, частным выражением этого общего принципа. Но это не удается, по факту это не удается. Уже у Гегеля там возникают проблемы, дают все эти диалетические, всех родов там вещи, они как раз и связаны с тем, что просто чисто формальным образом, исходя из формальной логики, все возможности вывести не удается. Потому что, ну, знание, так как бы, очень сильно разветвляется, и многие утверждения друг другу противоречат. То есть, оно, как бы, в этом отношении невозможно, не может быть сведено в единую систему. Хотя, в принципе, противоречие можно разводить, наверное, в зависимости от того, какой теории принадлежит. Там, вот, некое утверждение, там, пересекаются ли там параллельные прямые или не пересекаются, зависит, конечно, от того, о какой теории идет речь. Идет ли речь о геометрии Евклида, о геометрии Лобачевского, Риммана и так далее. Но если брать это утверждение безотносительно, что, допустим, параллели прямые пересекаются и параллели прямые не пересекаются, то это некое противоречие. На самом деле, что бы я хотел привести. Есть еще один вид необходимости, он связан с юридической необходимостью. Есть, как бы, необходимость, которая принудительна. Она нарушается, то есть мы можем точно так же ответить в логические необходимости. Мы можем, несмотря на то, что логика нас принуждает, мы можем не следовать этой логике, да, и отказываться и выполнять нечто. Софисты почему-то наивно считали, что благодаря рассуждению можно делать людей рабами по их собственной воле, да. То есть можно человека убедить и убедить в том, что тебе нужно, да, и тем самым, как бы, заставить его выполнять какие-то твои, там, нечто, то, что тебе выгодно. То есть создать ему реальность. Да, то есть можно, как бы, попытаться, как бы, так выстроить схему, да, как бы, чего-либо, да, чтобы манипулировать сознанием другого человека, вписать его в определенного рода конструкцию, как бы, да, и тем самым заранее, как бы, знать, вот, как мы говорили о случайности будущих событий, да, вот, применение к этому, к сражению морскому любовному будет, либо не будет. Можно, вот, в принципе, вот такие тупики завести человека, да, и указать ему только такие возможности, которые, вот, будут иметь вот такой контрактурный характер, да, и ему деваться будет некуда. Ну, то есть ему создается некая база из утверждений, из которых, так сказать, необходимость исследовать некоторые... Не, ну, если вдуматься, наша политика, да, и все манипуляции в политике, они так и выводятся, они выводятся, и, да, исходя из, да, исходя из контрактурных выборов, да, когда нечто одно утверждается и является А, а все остальное не А. То есть остальное это не множество вариантов, да, где бывает Б, С, Д и так далее, а все остальное не А. Да, и тебе предлагается либо там голосовать, либо проиграешь, да, там, голосуй или проиграешь. И все такие вот возможности дуальные, они все, вот, они имеют манипулятивный характер. Так вот, когда мы говорим о принудительности юридического закона, да, то, с одной стороны, здесь, конечно, тоже присутствует логика. Логика, связанная с тем, что если ты определенного рода условия нарушишь, да, то, как бы, у вас последует наказание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!